Венец жизни человека — это то, к чему он больше всего стремится и желает. В Священном Писании несколько раз говорится о венцах. Например, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам о нетленном венце. Тимофею он говорит о венце правды. В своих посланиях филиппийцам и фессалоникийцам он напоминает им, что они его венец радости и похвалы. Апостолы Иоанн и Яков говорят о венце жизни, и апостол Петр — о неувидаемом венце славы. Каждый из этих венцов имеет особое значение, и мы не собираемся сегодня остановиться на каждом из них, но интересно отметить то, что все они относятся к будущему времени как вознаграждение, и потому никому в этой жизни не дано носить хотя бы один из этих венцов. Да, Иисус Христос понес венец сплетенной из стерни, и это Он сделал ради твоего и моего спасения. Нам же обещаны эти другие венцы, но они даны будут только подвязающимся. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все? Но один получает награду, говорит апостол Павел. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы — нетленного. Итак, дорогие мои, получение этих венцов условно. Не все их получат. Возможно, будут и такие, которые получат все пять венцов. О, как я был бы рад получить хотя бы один из этих чудных венцов. Я хочу тут подчеркнуть, что мы теперь не говорим о спасении. Спасение дается даром, а не по каким-либо заслугам. Но в то же время не забудем, возлюбленные, что на небе будут даны награды. И получение этих наград зависит полностью от того, как мы поступали после нашего обращения. Апостол Павел говорит, что возможно строить на положенном основании, которое есть Иисус Христос, из золота, серебра, драгоценных камней и из дерева, сена и соломы. Слово Божие учит, что на судилише Христовом, на который всем нам должно явиться, каждого дела обнаружится, и обнаружится оно в огне. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Эти венцы, которые мы упомянули, и есть награда, строящих из золота, серебра и драгоценных камней. Но кто-нибудь спросит, на что мне эти венцы? Дорогие мои, разве вы не слышали? Наступит великий и торжественный день, о котором мы читаем в книге Откровения, в 4 главе. Слушайте, тогда двадцать четыре старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». О, какая радость будет для тех, у которых будут венцы, сложить их у ног того, который понес терновый венок ради их спасения, и какой позор, стыд и смущение тем, у которых ничего не будет дать искупившему их Христу. «Бог праведен, Он не даст тебе венца, если ты его не заслужил. Да, спасение бесплатно, я повторяю, оно дается даром, но награду нужно заслужить. Так бегите, чтобы получить, дабы кто не восхитил венца твоего», — говорит Слово Божье. Сегодня я не собираюсь говорить о всех этих упомянутых пяти венцах, но мы ограничимся значением одного из них, и о нем апостол Павел упоминает в последних двух стихах второй главы первого послания Фессалоникийцам. Слушайте. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость». Это возлюбленный венец приобретения душ. «Кто наша радость и венец похвалы?» — спрашивает апостол Павел Фессалоникийцев. И он же отвечает им, «Не вы ли вы, которых я приобрел для Христа?» Дорогие друзья, апостол Павел был одним из величайших приобретателей душ для Христа. Когда мы указываем на Него как на идеального служителя Божьего, то не для того, чтобы мы пред Ним поклонялись или Его обожали, нет, ибо Он был человеком, подобным нам. Но мы приводим Его как пример, которому хорошо было бы всем нам подражать. Читая книгу «Деяния апостолов» и послание Павла, вы не можете не согласиться с тем, что Павел ставил приобретение человеческих душ для своего спасителя на первом месте. «Для всех я сделал совсем», — говорит он, — «чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Возлюбленный, никто из нас не может быть апостолом. Немногие из нас имеют такие дары, как природные, так и духовные, которыми обладал апостол Павел. Нет у нас Его талантов и божественного вдохновения, особо дарованных Ему. Но все мы, братья и сестры, можем подражать Ему в Его неуклонной преданности этому святому делу спасать человеческие души». Но самым лучшим примером в этом является Сам Иисус Христос. Что делает Он во время Своего земного хождения? Он всегда и во всяком месте ищет спасти человеческие души. Он Сам сказал, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Возлюбленный, если Господь славы, Иисус Христос, почел Своим первым и важнейшим делом спасать души, то можем ли мы поступить иначе? Братья и сестры, является ли нашей главной целью, нашим первым делом приводить грешников ко Христу? Преследуем ли мы эту задачу, возложенную Господом на каждого из нас, свидетельствовать людям о Его безмерной любви и указать им на Христа Спасителя? Подумаем серьезно, имеется ли души, которым мы можем сказать, как Павел мог сказать фессалоникийцам, «Вы, наша радость, венец похвалы пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Будут ли там спасенные и счастливые души, которые будут вас встречать и вам скажут, «Я здесь, потому что Ты мне сказал о Христе и привел меня к Нему?» Но вы спросите, почему так важно приобретать души для Христа? Главная причина, дорогие мои, та, что Бог прославляется в обращении грешника.